Первое, это, конечно, устранение стандартов к индустриальным паркам, снижение рисков для резидентов и, собственно, повышение их... И очень рекомендует на системе. Почему риски будут для бюджета системы? Ну, давайте сейчас закончу, а потом отвечу на этот вопрос. И я думаю, что основные статусы управляющих компаний, статусы резидента, они позволят на дальнейшем развиваться отрасль, участие инструментов для регионального привлечения инвестиций. Гей, Георгий Дмитриевич, это часть рисков для найденных бюджетов, то, что вы сказали. Я думаю, что если нам удастся возложить на ассоциацию индустриальных парков такие полномочия по проведению проверки индустриальных парков перед получением места, например, в ДТГ с поддержкой, то, что действие, ну, предлагается, я думаю, что можно будет и включить, и ставить к именинграду в состав сертификационной комиссии и каким-то образом докрутить на правила ссоцификации в части процедуры. В том числе, возможно, в части ответственности тех, кто эту процедуру проводит. Спасибо за свои предложения, Георгий Дмитриевич. Прокомментируйте. Ну, что касается статистики, что разная статистика в ДТГ и бывают в ассоциации, разнообразие, ну, у нас ассоциация разная, ну, во-первых, на какую дату вы смотрите статистику, вот, ассоциация проводит и публикует свои справочники, исследования по отрасли, но в определенные периоды, там, раз, в годе, да, как бы, свои сроки, в общем, обновления. Да, мы, кстати, раз в год собираем и наличку, поэтому у нас в течение года она не меняется. Да, в течение года у вас есть показатели, которые есть в сборнике. Мы вносим информацию, исходя из того, что заполняют, в том, что может зайти личный кабинет регион, с прочей компанией заполнить, и там она может отличаться в втором увеличении. Когда ассоциация потом проведет к этому году обзор, они тоже включают. Да, есть временной лак, и просто вопрос, какой период вы информацию сверяете. Вот это, наверное, по 2000, за 2018 год они должны быть едины и у ассоциации, и у GESIP. Если сейчас зайдете в GESIP, там нет данных за 2018 год, там есть на текущий момент. Там не фиксируется, на какой период. Возможно, мы бы сейчас при доработке для системы, и я скажу, что мы средства на эту доработку заложили, нужно ввести, можно, чтобы было смотреть на какую дату, так что в 2018 году. Но в этом вопросе, это все фиксирует. Плюс по рееструю, знаю, есть ошибка в самой работе системы. Если посмотреть в целом парке, то там, посчитайся, там фиксируется, если открывать парк, там включенный ресторан или нет, если их посмотреть все, то в общем качестве будет 70. Вместе с тем, с разным выгрузкой идет некорректно. Надо доработать классно. Да, это мы знаем, а мы сейчас на ней работают разработчики. Относительно статистики по резидентам, то в сент-10-4-ом постановлении у нас так как одно из условий аккредитации, практически, что украшения компании должна вести реестр резидентов. И таким образом мы, так скажем, много обязываем компанию в какой-то степени прозрачно вести свою деятельность и публиковать такие данные. Если нужно это как-то ужесточить или больше, то вы скажите, что это же, кто-то понравится для этого, и все остальные не знают. Что касается, кто проверяет. В законе промпозиции там, безусловно, написано, ну, просто в России. Нет, там написано, что в порядок установленной управленности в Российской Федерации. Да, это уполномоченная медицинская промышленность торговли. И вы видите, как нам тяжело сейчас в этот реестр, в эту аккредитацию с остальными заговариваться, ведомственными, зайти туда. Одна презентация, это кто в тюрьму. Нет, но здесь на самом деле, наверное, я бы... Это хорошо. Во-вторых, а с чего вы взяли, это же конкурсный порядок должен быть. Вот с чего вы взяли, что это должна быть, к примеру, ассоциация. Это не я, это зовут, к примеру, проверяющий нам же органы. Ну, например, вот Сергей Говорич, вот он человек, который обладает всеми... Он тассеры там делал, скурировал. Почему не он? У него счет, короче, полномочий, ну, были, и вообще он все знает про это дело. Почему не он? Я тут согласен, Денис Геннадьевич, что, наверное, это не совсем функция ассоциации проверять в соответствии требованиям государства, и больше того, наверное, ассоциация какую-нибудь пункцию сегодня на балансе не готова. И, ну, как и отраслевание, конечно, кандидат. Другое дело, другое дело, да? Наверное, нам как-то нужно координировать, я не знаю, с кандидатсом вместе с сертификацией. Я думаю, вам даже посмотрел, вот это... Главное, это требование, каким... Какой из них придет? Да, мы сейчас поговорили в рамках синхронизации с Минеком, они к нам во все комиссии войдут. Каким образом войдут? И мы в составе комиссии подбора проектов с какими заключениями и полномочиями мы сейчас, так скажем, это обсуждаем. Мы не выложим, можно, так же, в эту комиссию, наше подбору парковых, проведение, условно говоря, аккредитации, включение в резервы федеральные, включить вас, прописать. Какое заключение характера вы даете, о чем оно должно быть, и его тоже учитывать при подготовке и приказе Минеком к отключению в резервах. Это, пожалуйста, давайте... А чем тогда по вашему должности будет руководствоваться резидент при выборе управляющего... Ну, при выборе на площадке для размещения требований, допустим, ГОСТа, требований по основе правительства, там, так как бы, данные ЕГИСИК, либо данные ассоциации индустриальных парковых. То есть, вот, я, как бы, вот, я в резерве, да, я не знаю ни про, условно, ни про, вот, очень занимается ассоциацией, я вот еще индустриальные парки России, мне вываливаются два источника, ЕСИК и, допустим, сайта АИПа, да. Я смотрю, что, условно, есть там индустриальные парки, на которые входят, ну, в реестр, и есть, и есть на сайте ассоциации, что они, как бы, что они прошли в сертификацию, условно, таких там всего 40, которые там и там пересекаются. А я вижу, что всего их там, как бы, 227. А вот остальные 180, они кто? Чем руководство инвесторов при выборе информации, вы лучше спросите у них. Я не ставьте себе этот вопрос передачу. Ну, причем нет, ну, нет, братья, но есть. Ну, потому что, это вы сейчас сказали, что человек все от выбора, хорошая операция у нас, либо у нас ассоциация у обоих хорошая, но друг друга. Я на самом деле не хочу вас сделать выбор, я хочу сказать о том, что если мы делаем продукт для резидента, а по сути индустриальные парки, является неким продуктом, который либо купит, условно там, либо купив там имущество, либо взятка волка, взятка волка, взятка волка, взятка волка на варенду. Если мы пытаемся и кричком, то, как только мы должны, мы должны представить себя на месте резидента и сказать, да, как мы ищем площадку, какую информацию мы будем руководствовать, чтобы на этапе, ну, сейчас, когда мы будем до лучшего системы, попытаться бы это, ну, как бы, 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 ну, как бы... Я бы не издевались, если большие деньги, серьезный проект, я бы и то и то бы хотел. — Может быть. — Правильно. Надо получать информацию из разных источников. Но я тоже все-таки склонен на бизнеса поддержать, потому что, несмотря на то, что информационный поле наше не до конца синхронизировано, есть план во времени, где у нас информация расходится, все-таки мы как минимум раз в год сверх информацию проводим. Действительно, информация все-таки верифицируется с обеих склон. И вот, наверное, тот портал, который мы сейчас в этом году запускаем, он тоже будет способствовать тому, чтобы информация была скоординирована. И то, что ты говоришь, инвестор пришел, смотрит тут 200-300 баков. Наверное, мы придем к той ситуации, что там и там будет некая разноверность информации. — Классно. — Наверное, мы не сможем прийти к какому-то полностью, стопроцентному совпадению. Всегда бывают различия, где-то мы говорим вот это так, это вот так. Но, в принципе, информацию основную можно будет всегда получить на данном синхронизировании. — Ну, конечно. — Синхронизированным. — А про стартскую управляющую информацию? — Про внесение, ну, вот, по сути, они сейчас там на слайде. — Про это закрепление в законе терминовых все-таки термина резидента, термина по поводу соглашения по существованию деятельности и как раз-то полномочий и функций управляющих компаний по аналогии с полномочиями и функций управляющих компаний по аналогии. — Николай, я правильно понимаю, что это, по сути, предложение, в том числе для того, чтобы, вот то, что Айран говорил, мы непонятно на каких основах, что-то требуем, вообще они нас вправе поставить куда-то дальше и ничего не дать. — Ну, по сути, да. — Что, в принципе, если резидент приходит в парк, он понимает, что это не только какие-то преференции, но еще и... — Ну и добровольных ход законопроекта, который тоже... Напомните, мы отправим очень. — Который внес в законопроект. — А, правило. — Да. — Мы его, в принципе, готовы. Мы и прошлую редакцию готовы, просто очень тяжело. Первая редакция столкнула с тем, что они захотели внести изменения в законопромополитики, но в принципе там затрагиваются полномочия других целых ряда ведомств. Минэнергия там, Минстрой, Минтруд, с миграционными законодательствами и так далее. Поэтому это вообще отдельный законопроект, они сейчас его не разработали. Мы ждать ему комментариев. — Это едином механизме. — А, давайте посмотрим, это тоже едином механизме. — Нет, это законопроект, а как раз о создании так называемой новой станции, международный инститриальный паб, который будет взволновать привлечение иностранных принятий, но ему передается для этого на прочках целая куча полномочия. Не только для той формы. — Тогда обсудим отдельно тот закон, который потом сейчас. — Тема такая тяжелая. И Татарстан двигает этот законопроект с обоснованием огромного количества инвестиций от Турельской республики, которая придет инвестирует в открытие заводов на территории Татарстана в случае с абсультационным санимпанком, который действует по судьбе законодательства. А это, по сути, то, что они внесли далекало того, что в Турции есть действительно огромное количество полномочий управляющих компаний. И если не получится это продавить, это заработает, то потом уже можно будет как-то на других пытаться распространять точечные. Но пока что даже с огромным объемом инвестиций это тяжело проходит в середине. — Спасибо. — Спасибо. — Следующий вопрос, вот такой довольно сложный, который мы обсуждаем уже очень много. Уже и в Новосибирске в последний раз это немного времени уделили. Это вопрос, связанный с энергостанжением с энергообеспечением индустриального парка. Для индустриального парка, по сути, наличие электроэнергии — это вообще всё. — Всё. — Всё. Это возможность существовать в индустриальном парке как живого проекта. Это и энергостанжение для резидентов, это на самом деле ещё и возможность управляющей компанией всё-таки иметь какой-то бизнес, а в индустриальном парке не только нести затраты, но и как на этом зарабатывать. И вот мы в течение последнего года очень много этих вопросов обсуждали, и то законодательство, которое на сегодняшний день не дать те планы по изменению законодательства у нас вызывают, ну, посеяние, наверное, или там мысли о том, что всё сложнее становится управляющим компанией индустриального парка, вот, выполнять эту функцию организатора электроснабжения индустриального парка обеспечения резидентов. Сергей Азизов, у нас, наверное, в ассоциации имеет наибольший опыт пользы над ВОСом. Сергей, индустриальный парк в Оренгарской области, как раз ты говоришь, который является территориальности в организации, вы, как никто, лучше, да, там, чем, собственно, знаете эту матчку, можете, пожалуйста, поделиться тем, какой статус вот всего этого процесса на сегодняшний день есть, какие, может быть, те предложения по изменению озвучиваются на сегодняшний день, и какие последствия могут иметь для нас, как для отрасли. Я хотел бы опять благодарить коллегу Зменинову, который присоединяется к нашему мероприятию. У нас идет возможность получить комментарий от Министерства энергетики. Замечательно. Начну. На самом деле вопрос не очень сложный, и я сразу прошу поддержать меня, я думаю, всем это будет выгодно так или иначе. О чем идет речь? В соответствии с поручением Дмитрия Николаевича Козова, 3 февраля, ну, теперь уже не Козова, но это не меняет дело, до 3 февраля должны быть подготовлены тремя ведомствами, ну, или, может быть, больше, но указаны конкретно Минэнерго, Федеральная антимонофольная служба и Минэкономразвитие, предложения по развитию электросетевого комплекса страны до 2030 года. То есть на следующие десятилетия будут заложены определенные параметры и условия развития сетевого комплекса, электросетевого комплекса. Помимо, наверное, многих позиций, которые нас не затронут, есть, собственно, две, которые касаются конкретно управляющих компаний индустриальных парков, имеющих статус территориальной сетевой организации и не имеющих такого статуса. Первое, о чем, скорее всего, пройдет речь, это о оплате резервом мощности. К моей радости, Денис Геннадьевич, когда показывал КПР, который должно выполнять Министерство, там прозвучала выжимка из нашего ГОСТа родного, что на каждый гектар мы должны иметь 0,15 мегаватта, но там, правда, еще не было того, что мы еще 2 мегаватта должны иметь свободные мощности. Соответственно, вот конкретно в моем парке 100 свободных гектаров, соответственно, нужно 20 мегаватт и еще, простите, 15 и еще 2, то есть 17 мегаватт резервы я должен иметь. Скорее всего, мне сейчас не на чем основываться, поскольку нет пока проекта постановления правительства, но он, скорее всего, к февралю появится, то есть он где-то есть, мы его еще нигде не выложили. Нам с этого либо со следующего года всем придется платить деньги, всем, кто не имеет статуса территориальной сетевой организации, поскольку если у вас есть резерв мощности под резидента, вот в таком объеме, вы будете платить. всегда, вообще, этот как раз проект, он есть на Regulation.ru, и там довольно мягкая схема, то есть первый год, по-моему, 5%, потом 10 и так далее, до 20 есть, если не ошибаюсь. Но вопрос такой, что 17-20 мегаватт, даже если это будет 5%, то есть вы заплатите за 1 мегаватт, это будет не так мало, я вас уверен. Вот. Ну, и так или иначе, это обременение, это ухудшение ситуации. Второй момент, что, скорее всего, пойдет речь, и это выделено отдельно, о консолидации электросетевого хозяйства на базе Россетей. Как будет проходить консолидация? Очень просто. Один раз это уже сделали. Ну и, в принципе, это благая вещь для комплекса, безусловно. Существует 6 критериев отнесения организации к сетевой. Все критерии очень разумные, правильные, не противореча здравому смыслу. Грубо говоря, если у вас есть подстанция, есть сети, а у всех практически управляющих компаний это и есть в той или иной мере, вы отвечаете этим критериям. За исключением одного, второго, есть отсекающий критерий, который требует, чтобы у территориальной сетевой организации было не менее 15 км сети. Вот он особенно тяжел для нас. Для тех, у кого есть такой статус. Вот у меня, например, 17 км. И речь идет о том, что этот критерий будет очень изменен в сторону увеличения. Может быть, это будет 100 км, может быть, это будет 150 км. Не знаю. Но, соответственно, на ограниченные территории индустриального парка накрутить километры не представляется возможным. И этот критерий, конечно, теряет логику определенную именно у нас, в индустриальных парках, в замкнутых территориях. Но, тем не менее, предполагается, что увеличение протяженности сетей позволит уменьшить количество сетевых организаций, существующих, ну, говорят, что в районе 1500 до примерно 800. И, соответственно, улучшит управляемость сетевого комплекса. Если иметь в виду, что у нас в ассоциации, ну, возьмем, допустим, 150 индустриальных парков, немного управляющих компаний обладают этим статусом. Но, повторюсь, что большинство обладают непосредственно сетевым хозяйством. И, если этот критерий исключить именно для управляющих компаний индустриального парка, в общем, мы сильно картину не испортим. Но, то есть, в целом, для страны мы сохраним конкурентное преимущество. В чем оно выражается? В том, что резидент, который приходит купить землю, особенно, например, в провинции, то есть, вы не рядом с Москвой, вы не рядом с Санкт-Петербургом, вы не в Казани, вы не в Екатеринбурге, вы в провинции. А земли в России, как известно, больше всех. То есть, в мире ни у кого нет столько земли, сколько в России. его интересует инфраструктура, прежде всего, электричество. Вы можете не иметь газ, вы можете не иметь пар, вы можете не иметь воду, он может пробурить свою скважину, но без электричества никакой инвестор к вам не придет. И если сегодня у вас есть статус сетевой организации, то, собственно говоря, в один день он получает от вас технические условия на присоединение, мощность необходимую, если она физически у вас есть. Вы все это выполняете строго в соответствии с 861-м постановлением, которое регламентирует деятельность сетевой организации в этой части, части технологического присоединения. И, в общем, все довольны. Более того, инвестор, потенциальный резидент, который приходит к вам, он эти технические условия получает одновременно с предварительным договором, например, купли-продажи земли. Он может моделировать, он может посмотреть, что у него в итоге будет, он может посмотреть гарантирующих поставщиков, то есть их тарифы. В общем, он получает действительно все в одном окне в один день от одной управляющей компании. Если управляющую компанию лишить этого статуса, соответственно, он приходит к вам. Земля у нас недорогая. Земля есть, есть, пожалуйста, вот 100 гектаров. Как с электричеством? С электричеством, пожалуйста, идите в крупную сетевую организацию. Ну, например, для МНРТ. Вот. И большой вопрос, на самом деле, какие у нас должны быть отношения с этой сетевой организацией, да? Почему она должна сыграть на нашем поле? Мне кажется, что даже можно говорить об определенном конфликте интересов. Если это большой, энергоемкий резидент, стоимость земли, например, в моем случае, она вполне коррелируется стоимостью присоединений. И у сетевой организации могут быть свои виды на эту тему, да? Соответственно, мне кажется, что было бы правильно нам выступить и попытаться проводировать особые условия для управляющих компаний индустриальных парков в части присвоения им статуса территориальных сетевых организаций. Как минимум, исключить критерий протяженности сетей, ну, простой кейс. Вы построили новый парк, построили новую подстанцию, даже километр у вас может сетей появиться через несколько лет. очевидно, что энергоемкие будут ну, концентрироваться вокруг подстанции, экономить на кабеле, на эстакадах, ну, и все, на чем можно экономить. То есть, критерий протяженности в парке бессмыслен, абсолютно. Ну, а минусы я уже сказал. Поэтому, мне кажется, что мы уже вполне ощутили себя отраслью. вот надо лоббировать такие простые, на самом деле, как мне кажется, инструментальные вещи. У меня есть определенный оптимизм на эту тему, потому что год назад, ну, или скажем, два, я стараюсь посещать различные семинары на эту тему, которые проводятся в Минэнерго и ФАС. Нас просто не знали. То есть, когда я рассказывал им о том, что вот есть индустриальные парки, и мы вот стараемся, мы привлекаем инвесторов. Ведь наша задача инвестора привести, а инвестор, он же абонент. А у сетевых организаций у них этой функции нет. Они, так сказать, обеспечивают электричеством людей, они передают